Всем привет и добро пожаловать на мой канал! У меня на канале огромное количество пошаговых мастер-классов с разнообразными дизайнами, так что подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ко мне на коррекцию вернулась клиентка. Это покрытие делали 19 декабря, а пришла она на коррекцию 30 января. Можно смело сказать, прошлогоднее покрытие. Ноготь на мизинце не дожил до коррекции, клиентка сказала, сломала его. На ногтях безымянных пальцев была посыпка микроблеском и его сияние сохранилось. Ну и снежинки 3D слайдеры тоже на месте. Работа моя, кому интересно, ссылка на видео с этим дизайном будет в описании под видео. А я снимаю старый материал и корректирую длину. Клиентка захотела сменить форму. Как она говорит, хочу как квадрат, только угры скруплить. Ну, в принципе, любимая форма наших клиентов. Стараюсь по максимуму убрать объем, оставляя старый материал тонким слоем. Смысл этого тонкого слоя только в том, чтобы не добираться каждый раз до натурального ногтя и лишний раз не травмировать его фрезой. Этот тонкий слой, как одеяло, укрывает ноготь и защищает его от внешнего воздействия фрезы или пилки. От слоек нет, но если бы они были, их, конечно же, нужно убрать. Пилочкой придавая форму свободному краю, пилку ставлю под углом и опиливаю торец. Выравниваю боковые параллели, немного скругляя углы. Получается, когда и пилка под углом относительно ногтя, уголки немного выше. И торец получается немного полукругом. В общем, то, что хочет клиентка. Прохожу пилкой по поверхности, убираю естественный глянец от рожьей части натурального ногтя. И сглаживаю, выравниваю поверхность после фрезы. Опиливаю мизинчик, выравниваю торец, чтобы можно было подставить форму. И прохожу по поверхности, убираю остатки лака, которым клиентка его красила. И заодно убираю глянец. Пушером аккуратно отодвигаю кутикулу. Теперь фрезой вычищаю открытый подкутикульный карман. Фреза работает в режиме форвард, скорость 17-20 тысяч оборотов. Бачком фрезы как бы отодвигаю кутикулу. В результате такого движения прямо на глазах подкутикульный карман хорошо раскрывается. Своим большим пальцем постоянно оттягиваю кожу клиента, чтобы видеть, что еще и где нужно чистить. Продолжение следует... Продолжение следует... На реверсе прочищаю с другой стороны скорость стажа. Точно так же пузиком фрезы отталкиваю кожу, открываю еще больше под кутикульный карман. Прохожу на реверсе справа налево, носиком фрезы выворачиваю кантик кутикулы, поддеваю его и он хорошенько выходит наверх. Снизила скорость до 80000 оборотов, работаю той же фрезой, также в режиме реверс. Натягиваю своими пальцами кожу и счищаю кантик кутикулы. Удобно, что тут же этой фрезы проверяю под кутикулой. Не трачу времени на выключение аппарата, замену фрезы, если бы счищала кутикулу, например, фрезой шар. Частыми движениями этой же фрезой шлифую кожу, убираю мелкие заусенчики. Убираю пыль, хорошенько так под кутикулой и в боковых валиках все убираю. На подготовленные ногти наношу праймер. Наношу грунтовочный слой базы. Мизинчик нужно нарастить. Готовлю форму, вырезаю под ногтевой ложем. Подставляю. Гелем выстраиваю свободный край. Важно, чтобы материал покрывал точки в роста и продолжал боковые параллели ногтя. Слой сделаю сейчас тоненьким, так как дальше еще будет укрепляющий слой. Немного захожу на ноготь, чтобы когда сняла форму, наш новенький свободный край не отвалился. Снимаю форму. Наношу укрепляющий слой. Остальные ногти просто укрепляю гелем. Снимаю липкий слой. Пилочкой поправляю торец и прохожу пилкой по поверхности. Сглаживаю, выравниваю ее. И убираю небольшой наплыв геля на торце. Убираю пыль. На все ногти, кроме мизинцев, наношу белый цвет. На ногтях мизинцев будут серебристые блестки. Перекрываю все ногти топом. Где нужно, выравниваю мелкий недочет. Так, у меня тут набор жемчужных втирок с разными оттенками. Они так набором и продавались. Покупала на Алиэкспресс. Кто хочет запастись жемчужной втиркой на десятилетия, ссылка будет в описании. Этому набору где-то полтора года активно им пользуюсь. И в баночках еще очень много материала. Мы выбрали втирку с белым оттенком. Клиентка хочет белые жемчужные ногти. Наношу втирку на все белые ногти. Втираю своим пальцем. Таким способом втирка ложится лучше всего. Пилочкой убираю лишний пигмент с торцов. Мягкой кистью сметаю пыль. Перекрываю втирку топом. Хоть топ и без липкого слоя, но все равно ногти, где буду клеить ленту, протираю салфеткой с обезжиривателем. Очередь гибких лент. Их также брала на Алиэкспресс. Ссылка также будет в описании. Рядом на ногте сделала подобный дизайн лентами. Наношу блестки в уголочке прямоугольников и делаю растяжку. Я уже перекрыла все ногти, кроме мизинцев, еще раз топом. Получается, ленты и блестки я перекрыла слоем топа. А втирку перекрыла уже вторым слоем топа. В принципе, как всегда и делаю. И таким способом втирка носится отлично. Спрашивала меня одна из подписчиц про торцы. Почему я их прячу, никогда не показываю. Ну, вот такие торцы. Надеюсь, вам понравилось видео и такой простой и быстрый вариант дизайна. Если это так, жду от вас лайк. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. А на сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok